Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Живем в гражданском браке, ребенок почти 3 года. Живем в другом городе, где нет родственников. Скоро мне придется уволиться с работы. Здесь очень тяжело ее найти, в последнее время много ссор. Несколько раз доходило до брака, конечно не в мою пользу. Бил очень сильно. Сейчас ударил так, что я сломал себе палец. Мне неделю уже не проходит. Не отпускаю, я чантажирую, что если улечу, то найдет себе другую. Боюсь, что если не улечу, то может быть еще хуже. Ведь меня скоро уволят, и я понял, что буду быстрее. А если начнет еще больше унижать, сломаю что-то. Ведь ответить физически я не способен. Родственники прислали деньги, советуют улетать. В голове у меня каши, а я не понимаю, что мне делать, так как я уже сама, может и не захочу прилетать. Боюсь, что не справлюсь одна с ребенком, что придется через все требовать алименты. Еще больше боюсь потом лететь обратно. От этой ситуации совсем задал рассудок. Плохо сплю, мало ем, новейшие вымысли. Не могу отпустить ситуацию. Ну, вы видите, тут довольно показательный момент в вашей истории, что вы не задали вопрос. Вот. И отсюда, в общем и целом, не совсем понятно, какой вы видите помощь, ну, психолога. Ну, понятно, что помощь вам нужна. Понятно, что в помощи вы хотите ходить. Вот это непонятно. Вот это, это понятно. Вот это, это понятно. А, ну, не очень понятно, какой, о, именно помощи вы хотите вот это непонятно. Потому что по помощи в чем, если, допустим, разобраться в себе вы хотите, это одно дело. Нужно вам, нужно вам в этом помочь, если вы хотите себе разобраться, например. Если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, ну, худо, бедно, можно сделать это. Вот. Не очень понятно. Вот. Во чем и для чего, вот, не очень понятно. Но, тем не менее, можно, в принципе, сделать это. Вот. А, дальше. Ага. У вас, как это, часто в подобных ситуациях бывает, есть, ну, некоторая такая проблема с смазингом. Ага. 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 ...с ребёнка, например. Ага. И почему-то боитесь того, что вам придется просить элементы. Ну, тоже такой весьма интересный, я бы сказал, на миг. Вот, потому что откуда страх, если у вас не совсем понятен, ну, по крайней мере, для меня не совсем понятен. То есть, ну, да, придёт просить элементы, ну, даже не просить, а требуют элементы. Да, придёт, требуют элементы, это правильно. Что такого страшного в этом? Ну, для вас, что такого страшного в этом? Я, честно говоря, не очень, не очень понял. Потому что вы защищаете, по большому счёту, свои права. Таким образом. Вот. И, свои права, нужно защищать? Ну, нужно защищать? Ну, для этого никак. Это очень необходимо защищать свои права. Вы же говорите о том, что боитесь это делать. И, вот, как бы, вопрос здесь, а, собственно, чего вы боитесь? Ну, вот. У вас такие классические, объективные отношения и, на мой взгляд, ну, вам нужно, во-первых, признать, что отношения объективные. А, во-вторых, вот, спросить себя, да, чего, чего, как бы, ну, я хочу дальше. Ну, во-вторых. Ну, во-вторых. Как. Я. Попала. Я,噜. У пиев. У каких? Вот. У kötü объективные отношения. Это первое. То есть. Вот это, собственно, началось не сразу. Вот. Яблоко. Это началось вот, ну, постепенно, что это начиналось, я, я думал, и восторожаю, увидите этот аспект, увидите аспект того, что послушала причина, в какой момент вы позволили человеку, там, себя так с собой вести, да, позволили там насилие и так далее. Ну что-то очень важно. Это он. Вы, вероятно, повторите. Вы повторите. Хочешь путь только с другим, ну, с другим мужчиной. Вот. Ещё один важный момент заключается в том, что, в общем-то, как правило, люди, оказывается, в таких отношениях, там, они не доверяют, ну, себе. Вот. Не доверяют своим чувствам, не доверяют своим эмоциям, не доверяют себе. вот. И, соответственно, чего-то бояться, бояться опасаться. Вот. Поэтому, тут вот, такой аспект, на мой взгляд. А, то есть вам нужно, ам, работать здесь, сам смазан, свои смазки. Вот. Ну, в первую очередь. Это очень важно. Как мне кажется. Вот. То, что мне бы хотел, ну, до вас донести. А, сама по себе, ситуация, ну, как бы, не изменится, а именно вот сама по себе. И, ладно, не знаю, разбираться и работать над ней. Вот. В первую очередь, возможно, над, э, личными границами, флэ, э, э, флэ, 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 флэ. Вот. Очень важно, чтобы вы, вот, замечали, э, свои границы. Очень важно, чтобы вы, отстаивали их, ну, их, оставили свои границы. И не позволяли их нарушать. Но на данный момент, э, именно это выделят, к сожалению. Ну, вот. Поэтому, я думаю, что до тех пор, э, пока вы, ну, до тех пропоковали себя, чувствуете жатвы, вот, ситуация, ну, как бы, не изменится. А, выходить, выходить из, э, э, из состояния жатвы. Находимость через, э, принятие личного ответственноства. За свою жизнь, за то, что вы делаете, э, за свои, решения, вот, за свои выборы и так далее. Это будет, на мой взгляд, необходимо. Так что, решать, э, вам, конечно, э, вам решать. Как, как поступать, вот, ну, ситуацию я вам описал. Ну, постарался описать, по крайней мере. Так, как это видится у меня. И, вы можете решить, э, самостоятельно? Что вы можете, самостоятельно? Для себя предсказать что такое, самостоятельно? Как она? Появляется, да, и что с ней делать, ну, можно, что с ней можно сделать, и так далее. Вот, там и все, но это не сложно. Важно, что вы будете делать этим тапом, вот. Я вам предлагаю, конечно, индивидуальную работу, вот. Но вы уже решаете с вами, как вы будете поступать и что будете делать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу на сапу и желаю вам всего самого доброго и удачи.